Дмитрий Величкин Первая тройка, это что будет? О, какой неожиданный вопрос. Ну, пожалуй, это район Чистых прудов, район Патриарших прудов, ну и, пожалуй, наверное, еще Явская набережная. Хорошо, сравним с пристрастием москвичей. Вы нам тоже пишите, какие у вас любимые места в столице, подключайтесь к разговору. Мы посмотрим сюжет, сняли один день из жизни архитектора. Давайте посмотрим, а потом продолжим разговор. Студенты Московского архитектурного института обсуждают вместе с преподавателями будущее столицы. По заданию им нужно вывести за город все железнодорожные вокзалы, а освобожденные территории обустроить. Там могут быть небоскребы, могут быть какие-то уникальные музеи. Когда профессор Мархи Дмитрий Величкин был студентом, сам создавал города будущего на бумаге. Вместе с другими молодыми архитекторами участвовал в международных конкурсах и получал первые премии. Все эти проекты, они были посвящены не конкретным домам. Это проекты идей, философских идей. Это некая мечта, это некое рассуждение о среде, об архитектуре, об искусстве. Бумажная архитектура под таким названием это направление в искусстве сегодня изучают в институтах. Проекты показывают на художественных выставках. Ни один из них не был воплощен в жизнь, но каждый был произведением искусства. Сегодня, рассказывает Дмитрий, бал правит другая архитектура, дигитальная. В эпоху, когда дома уже распечатывают на 3D-принтерах, творческий процесс часто заменяется работой по шаблону. Список главных критериев сужается до практичности, удобства и экономичности. Выбрасывая за периметр обсуждений, к примеру, заботу о сохранении исторической среды. К сожалению, на градсоветах, там в основном речь идет о том, что та ли плотность, не та ли плотность, а много ли здесь дорог, а сколько надо лифтов, а где парковки, сколько парковок, ну и так далее. То есть вопросы технического порядка. Эти проекты очень похожи. Ну стоит там прямоугольник, чуть скошенный, тут окошки в разбежку, там, значит, так вот, так вот, алё. Вроде все в тренде. То есть так, как вот на Западе делают, вот так модно. Понятие некой моды, оно стало применимо к архитектуре. Перед тем, как приступить к своей первой работе, строительству театра-студии на досках, рассказывает Дмитрий, два года изучал архивы. Нужно было встроить новый объект в городскую среду. Когда проект получил престижную премию, заказчик предложил двум талантливым архитекторам, работавшим над ним, создать свое предприятие. Спустя 30 лет в разных городах страны стоят дома, музеи и офисы. Построена архитектурная мастерская Величкина и Голованова. Это один из текущих проектов. Один из архитекторов мастерской работает над интерьером для столичной квартиры. Заказчик увлекается футболом. И мы решили отразить его увлечение в интерьере. Цвета команды, за которой болеет заказчик, это красный, белый и бирюзовый. Создание эскизов, по признанию самих архитекторов, самый приятный этап в работе. Переделки начинаются вместе с формированием техзадания. А настоящие сложности после сдачи рабочей документации. Начинают считать сметы и понимают, что на это денег нет, а вот тут хочется сэкономить. И вот ведутся бесконечные переговоры о том, что идет замена материалов или замена какого-то решения. И это иногда продолжается очень долго. Впрочем, тем, кто выбрал профессию архитектора, предупреждают будущие коллеги, следует быть готовым к определенному темпу работы. Каждый проект чаще всего марафон. Да и сам путь к профессиональному Олимпу редко бывает коротким, независимо от выбранного маршрута. Будь то частная практика, работа в государственной или коммерческой организации. Ну вот уже стали приходить смс-ки. Я из Москвы люблю бульварное кольцо, жалуются на застроенность Казани, мол, больше стекла и бетона, чем прежних каких-то аутентичных построек. Будем следить дальше за смс-ками. Если говорить о дигитальной архитектуре, вот вы можете привести яркий образец? Ну, это работы, которые современные архитекторы московские, например, компания «Спич» строят по Третьему кольцу, это в районе Ленинградки, там стоят ряд домов. Это вот застройка «Динамо» и ряда домов, которые окружают этот стадион. Это достаточно интересная игра с материалами, потому что там стоят три одинаковых сооружения, ну почти одинаковых, но немножко отличаются тем, что это в окошке в разбежку, здесь добавили черненького, здесь какой-то там мрамор появился и так далее. Это скорее не поиск архитектурно-художественного образа, а это поиск некой сетки, некой матрицы, которая заполняется теми или иными материалами при однообразии приема архитектурного. Вот такой яркий пример, на мой взгляд. А потом, понимаете, в чем дело, современные технологии проектные, они построенные на компьютере, отличаются от того, что делали когда-то руками. Потому что компьютер дает возможность повторять, копировать, изгибать форму, ломать ее, делать ее совершенно нереальной, виртуальной. И благодаря этому появляются всякие экзерсисы, там сдвинутый один объем против другого объема сдвинутый и так далее. Растет это по вертикали, растет это по горизонтали, неважно, потому что компьютер может предусмотреть все. И дигитальность состоит в том, что если раньше архитектор мог рисовать композицию, потом долго искать деталь, пропорцию, об этом долго думать, и сам процесс проектирования занимал гораздо больше времени. Ну, гораздо больше. Потому что сегодняшняя архитектура современная, она достаточно быстрая в исполнении. И иной раз компьютер за тебя делает все технические аспекты гораздо быстрее, чем ты вручную на калькуляторе или на счетной линейке, когда ты чего-то считал. Современные программы, например, такие как Revit, позволяют вам, если вы правильно пользуетесь этой программой, спроектировав что-то, тут же получить спецификации. То есть, практически выборку материалов, из чего это можно строить. Так что, ну вот... Так это же, по-моему, мечта человека, который не очень хочет работать, и хочет получать много денег при этом. У тебя все делает машина. Ну, на самом деле, в архитектуре, вернее, у архитекторов, так принято считать, нет такой установки, ничего не делать и получать много денег. Потому что архитектор по своему статусу, это художник, который должен получать удовольствие от того, что он делает. Нет, от того, что он получает за свое деланье, а от того, что он делает. Хорошо, творческая грусть, понятно, что уже не столь романтичен этот процесс, скажем так. Ну, а если вот отвлечься сейчас от этого и перейти в прагматичную плоскость? Да, всегда вечный спор, красивый или полезный. Вот сейчас, судя по всему, многое движется к более полезным вещам, к более функциональным, зачастую более дешевым. Может быть, это не так плохо? Вот те же самые хрущевки, от которых сейчас избавляются в Москве, они в свое время стали спасением. Ну, позволили переехать из комнаты в коммуналке в отдельное жилье. Может быть, сейчас нынешняя архитектура позволит многим быстрее приобрести желанные квадратные метры, например, как рядовому гражданину, так и государству? Ну, я бы тут поспорил, на самом деле, с вами. Потому что хрущевки, о которых вы только что говорили, о реновации так называемой московской, да, можно много говорить. Я скажу коротко. Дело в том, что проблемой застройки этими пятиэтажками занимались еще в 20-е годы прошлого столетия. И очень хорошие архитетеры, и была целая теория, как застраивать эти районные кварталы. Когда это реализовывалось в 60-е годы, да, предполагалось, что мы все будем жить в коммунистическом далеко. И это все там на 25-30, максимум 40 лет, а потом все будут счастливы. Но дело в том, что это устоявшиеся кварталы, в которых есть зелень, в которых живут люди. Может быть, там неудобные квартиры, согласен. По современным меркам, по современным нормам они неудобны. Но это существующая среда, где есть соседи, где есть дворы, в которых гуляют дети одни за другими, где гуляют собачки, я не знаю, кто там еще гуляет, но неважно. И это устоявшаяся среда. Для того, чтобы устоялась новая среда, нужно сначала построить, потом заселить, а потом благоустроить. Потому что зелень, к сожалению, сразу не растет. Она вот развивается постепенно, степ-бай-степ. Вот, это очень важный момент. Что касается квартир удобной, о которой вы говорите, я вам, как профессор кафедры архитектуры жилых зданий, отвечаю, что на самом деле суперпланировок новых нет. Потому что, по сути, эти планировки, которые, ну, там, наша кафедра занимается почти 60 лет, они однотипные. Чуть больше, чуть меньше, потому что все это относится к некой нормативной базе, которая не сильно изменилась. Не сильно. Изменилась норма расселения. Это правда. Что вот все мечтают довести норму расселения до 30 метров на человека. Ну, когда-то это будет. Там какой-нибудь 28-й год, там, или 30-й нам обещают, или еще что-то. Не важно. А будет ли, пока, мне кажется, все в сторону к 15-ти идет? Да, но 15-ти тоже неплохо, потому что раньше она была 6-7, на самом деле, в советские времена. Но планировки квартир, они сильно не отличаются, на самом деле. Поэтому моя позиция, если конкретно вы меня спрашиваете, не то, чтобы надо было заниматься этими инновациями, а скорее просто заниматься поисками других альтернативных решений, например, реконструкции этих пятиэтажек. Были конкурсы в свое время объявлены в большом количестве на реконструкции пятиэтажек, и у них были финалисты, были очень хорошие проекты. Но кто-то убедил кого-то или как-то, что это дороже, что это не так рационально, что, мол, меняем шило на мыло. Он не совсем согласен. Поэтому это очень длинная дискуссия, на самом деле. Хорошо, прервем ее из СМС-ка из Хабаровского края. Сейчас строят красиво, но опасно. Облицовка горючая горит, как спичка. Вот новые современные материалы, это желание сэкономить на проекте? Или чем обусловлены действительно такие часто опасные материалы? Мы снимаем сюжеты регулярно, когда в квартире фиксируют от независимой экспертизы вредные запахи, скажем. Да, понятно. Ну, знаете, от цивилизации не убежать. Она все равно развивается, она все равно делает новые материалы, все равно появляются новые технологии, так или иначе. И предлагаемые технологии отделки композитными материалами фасадов, да, там, под утеплителем, еще как-то, там, вентилируемые фасады, неважно. Это необходимость времени. Другое дело, что бизнес так у нас устроен в России, да, что часто появляются не совсем корректные производители, которые чуть-чуть меняют технологию изготовления этого материала, а чуть-чуть здесь довольно существенно, потому что становится материал горючим, токсичным и вредным для людей. И когда в огромных количествах строят жилье и применяют этот материал на отделку фасадов, то застройщик часто пытается сэкономить. Здесь должны подключиться экспертные проверки, которые выявят, что этот материал небезопасен. И даже экспертные проверки тоже не всегда у нас, к сожалению, бывают объективными. Но, тем не менее, как материал сам по себе на отделку фасадов, это очень хорошее подспорье, которое снижает стоимость фасадов, соответственно, строительство, и, в общем, дает довольно много возможностей архитекторам в том числе. К нам звонился телезритель Сергей из Москвы. Давайте послушаем его вопрос, а дальше продолжим. Алло, слушаем вас. Добрый вечер. Я бы хотел задать вопрос уважаемому специалисту и вашему гостю. До недавнего времени сейчас, видимо, замалчивается тема проблемы исторических памятников архитектуры, в том числе и в самой Москве. Как обстоит с этим делом? Насколько сильно лобби, которые заинтересованы в точечной застройке? И в том числе не считается с данным наследием русской и, прежде всего, московской архитектуры. И второй вопрос. Отстали ли наклонец вот этот лобби, который муссировали проблему застройки в лесопарковых зонах, в Лосиный остров, в Кусково, Коломенское и прочее, которыми насыщена пока еще Москва, по поводу, опять же, точечной жилой застройки? Или эта тема продолжает муссировать? Тем более, что я, насколько знаю, из тех компетентных кругов, которые решают данные вопросы, стараются убрать ведущих специалистов, которые бы влияли в положительном сегменте на данное решение проблем. Спасибо большое. Ну, давайте по порядку, скажем так, разложим по полочкам, что касается архитектурных памятников. Если бы архитектор имел возможность влиять на этот процесс, то он, безусловно, бы на него и влиял. Но иной раз, как бы, да, все-таки решение этих вопросов, сносить здание, не сносить здание, находится в плоскости чиновников, которые принимают решение снести это сооружение, не снести его и так далее. И выступление, часто даже архитекторы выступают, да, и пишут письма, и собирают подписи, особенно не влияет. Поэтому ряд потерянных памятников архитектуры в Москве, да, особенно в исторической части, вот там, в частности, сейчас при строительстве заряди, там были снесены памятники архитектуры. Кто на это влияет? Ну, есть охрана памятников, есть там реестры. Хорошо, Российская Академия Архитектуры, общий голос. Да, Российская Академия Архитектуры, это, как вам сказать, такой научный рупор, да, который там пишет статьи, публикует что-то, проектирует. Но, к сожалению, к сожалению, он не может быть услышан совсем первыми лицами, да, потому что это очень сложный процесс, где участвует очень много людей. Но чиновники, да, они имеют право принимать решение о том, что сносить это здание или не сносить. Что касается лесопарков, да, то здесь точно такая же история. То есть, все лежит в плоскости решений чиновниками. Если принимается решение, что эта земля вдруг выводится из охранного фонда и передается под строительство чего-то, то, значит, будет стройка. И что вы можете с этим сделать? Ну, вот были митинги в Москве, собирались огромные толпы, собирались подписи. Ходить на общественные слушания. Да, общественные слушания, это все можно бесконечно на эту жизнь потратить. Но я сомневаюсь, что это будет иметь какие-то положительные результаты. Ну, действие в любом случае лучше, чем без действия. Но это уже тема отдельной программы. Понятно, да, потому что, в частности, имеет смысл затронуть вопрос о том, что загон об архитектурной деятельности, который устанавливает, на самом деле, правовую составляющую архитектора, в том числе, до сих пор не принят. Он находится там где-то с 2002 или 2003 года на обсуждении, и до сих пор он не принят. Вот когда говорят о сохранении, о желании сохранить историю, чаще всего, ну, в архитектурном, например, мы сейчас обсуждаем плане, чаще всего вспоминают Италию. Мол, там очень бережно относятся к памятникам архитектуры. Возможно, не в малой степени как раз из-за денег, потому что деньги под ногами, и следует заботиться о том, куда едут туристы. Ну, если так прям совсем быть бесчувственным роботом. Вот в России на вашей памяти, из вашего исходя опыта, есть города, которые действительно бережно относятся к своей истории, и с чем связано это бережное отношение? Ну, Италия действительно страна, в которой всегда сохраняли памятники архитектуры, там всегда относились к искусству, и архитектура является искусством. Можно брать пример с этой стороны, безусловно, хотя вот мой недавний визит во Флоренцию буквально месяц назад меня поразил, потому что на площади Синьории стоит что-то невразумительное, которое поставили буквально два месяца назад. Это некое сооружение, ужасное совершенно, стоящее посередине, испортило просто все виды на палаце Веки, на лоджию Ланца и так далее. Что касается России. Вы знаете, вот в прошлом году я ездил в Ярославль. И, в общем, центр Ярославля мне понравился в целом. И потому что среда хорошая, и потому что есть большое количество памятников архитектуры, достойнейших, безусловно. Мне, я, правда, давно не был, мне нравится Суздаль, в которой есть некий дух прежней Руси, я бы сказал так. Но, понимаете, для того, чтобы содержать все эти города как памятники, да, итальянские и так далее, нужно вкладывать деньги. Деньги в туризм, безусловно, в размещение, в качество обслуживания, в качество той среды, которая есть. Потому что одно дело, это дорога для автомобиля, другое дело, пешеходная дорожка для туристов. Это разные категории несколько. Ну, какие еще примеры повести? Я не очень много езжу, к сожалению. Хорошо, а есть города, которые, на ваш взгляд, за которые стоит переживать? Потому что они скоро исчезнут, не потому что, не знаю, на них метеорит упадет, а потому что их просто перестроят до неузнаваемости. Ну, неизбежно это происходит. Тут, в частности, был вопрос по поводу Казани. Казани за последние 10-15 лет изменилась очень серьезно. Потому что та знаменитая Казань, деревянная, с резьбой великолепной, которую мы можем видеть сейчас на фотографиях, дореволюционного или довоенного периода, это был другой совсем город. Сейчас он перешел в разряд европейского города, потому что есть высотные здания, есть генеральный план, который, не знаю, сейчас согласован или нет, но обсуждался очень упорно. И есть новое руководство, новая сила, которая пытается изменить все это. Но то, что это совершенно другой город, это абсолютно точно. И это очень хороший пример, потому что как только развивается бизнес, появляются новые предприятия, городообразующие или еще какие-то, то появляются деньги, появляется возможность власть имущих уступать бизнесу и строить так, как бизнес хочет. Вот пример такой, самый яркий. Знаю, поэтому говорю. А об остальных городах знаю хуже. Ну, о том, как меняются российские города, будем говорить еще не раз, и на нашем канале, и в нашей программе конкретно. Спасибо вам, что пришли к нам на эфир. Это был Дмитрий Величкин, заслуженный архитектор России, член-корреспондент Российской академии архитектуры, профессор Мархи. Это была рубрика «Профессии». До встречи через неделю. Спасибо. Всего доброго.